Собака Собаки служебные, ездовые, цирковые. От одних требуется выдержка и спокойствие, от других – феноменальный нюх и тонкое чутье. В современном мире существует около 20 собачьих профессий. И среди них довольно молодая и редкая – канистерапевт. Самое главное – изменился подход к пониманию канистерапии и работы. Наверное, не зря прошли эти года. Мы учимся. Учимся не на детях, естественно, не кричи, малыш. Мы ездим, обучаемся. То есть с каждым годом методик разработок становится все больше. О том, что собаки хорошо влияют на людей, было замечено еще во времена Гиппократа. В 1792 году в английском городе Йорке собак использовали в терапевтическом процессе в больнице для душевнобольных. Однако само понятие – пэт-терапия. Американский детский психиатр Борис Левенсон сформулировал лишь в 1960 году. В России канистерапию начали применять гораздо позже, а первые занятия в провинциальном Омске провели в 2014. Это было смело и экспериментально. Новый метод пробивался как росток из-под асфальта. Тяжело и с препятствиями. Каностерапия – это наука, которая развивается и очень стремительно развивается. И дай бог, что у нас в этом году, уже в новом 2018 году, будет профстандарт каностерапевта. То есть тоже очень о многом говорит. То есть появился курс высшего образования каностерапевт, на котором мы сейчас учимся. Прежде всего, нужно правильно построить занятия. Потому что, не имея никаких планов занятия, не понимая тему, не понимая, какие дети пришли, очень сложно провести занятия, определить, какой ход, когда дети уже устали, сколько они должны по времени погладить собаку. Потому что все должно быть четко регламентировано. Нельзя, например, таких деток, как ДЦП, очень долго укладывать на собаку, потому что может наступить перевозбуждение. Или, наоборот, торможение. Или мы как-то неправильно можем позиционировать ребенка на собаке. Или неправильно мы его посадим, что ему будет неудобно, начнется с пастика. Все это нужно учитывать. Это огромные-огромные знания, которые мы сейчас и получаем, как волонтеры, как будущие специалисты, канистерапевты. Сначала с большой собачкой будем здороваться. Артур, где у нас большая собака? Где он? Артур, как настоящий король, на троне чувствует себя великолепно. А вокруг его преданные терапевты, которые так же, как и мама мальчика, уверены в успехе. Да, я хочу, чтобы Артур полностью освоил свое тело. Мог заниматься и руками отдельно шевелить, и кушать сам, и ходить туда, куда он хочет пойти. Вот, хочу, чтобы он освоил свое тело. Мама его несет на руках зимой, летом. Ну, надо преклоняться перед такими людьми, которые готовы сделать все для своего ребенка. Я восхищаюсь их родителями. У меня восхищение мамочки, папочки, которые водят, которые столько сил, любви вкладывают в детей. Это единственное, наверное, то, что я ощущаю. Все остальное – это обычные дети, которым нужно чуть больше, возможно, внимания, чуть больше каких-то развивающих вещей, чуть больше, возможно, общения с животными. Некоторым прямо общение с животными на самом деле. А в остальном они так же улыбаются, они так же грустят. Ну, они абсолютно нормальные дети. Сильно трогают разные отношения родителей к детям и к их недугам. То есть, причем прямо диаметрально противоположные. То есть от приятия до неприятия. Ну, с этим… За одних радуешься, за другими… Ну, не всегда нужно работать с детьми, больше и чаще нужно работать с родителями. Я не вижу, что они какие-то другие. Они обычные ребятишки, с которыми просто нужно заниматься. Александр Кутузов – тот редкий случай, когда взрослый, состоявшийся мужчина принимает решение помогать другим. Он пока только осваивает роль доброго волшебника, но уже очевидно, что к нему тянутся дети. А те, у кого нет отцов, особенно. Пришел, посмотрел, спросил, нужно помогать что-нибудь, что-нибудь делать. А, нет, не так. Ты сказал, дайте мне чем-нибудь заняться. Хочу с вами заниматься. Вы что, без работы? Нет, я предприниматель. У вас нет семьи? У меня есть семья, у меня трое детей. Что за потребность такая, если у вас и так все есть? Ну, значит, чего-то нет. Да, первое занятие мне пришлось объяснять, что он должен делать, как он должен переведаться, как он должен выглядеть. Не потому, что он неправильно выглядит, потому что есть свои нормы, правила. И он не пропустил ни одного сейчас занятия. Настолько он нужен здесь. Я всегда говорю, нам надо учиться вот у них, у этих детей. Вот они приходят и они радуются этой жизни. Здравствуй, Боря. Здравствуй, Боря. Здравствуй, Артурчик. Голову прямо. Здравствуй. Здравствуй, Артур. Здравствуй, Боря. Хорошо. Тут собаки хорошие, сертифицированные по ГОСТу. Ну, занятия вообще на пользу очень идут. Мы уже больше года занимаемся, в принципе. И, ну, захотел взять ложку сам, вот, буквально месяца два или три назад. Процессы – это сложные, долгие. Рецепт «приложите собаку к больному месту, и все пройдет» – это несерьезно. Собака испытывает эмоциональные нагрузки. Она работает, а значит, устает. Поэтому грамотные специалисты строго соблюдают рабочий график. Документ по ГОСТу животное получит через год после начала занятий, в случае, если успешно сдаст экзамен. Испытания проходят и люди, и собаки. Но сначала надо определить, подходите ли вы и ваш пёс для этой деятельности. Мы рады всем. Но первое, о чём мы всегда беседуем с такими людьми – готовы ли они учиться. Это, наверное, был первый фактор. Потому что просто взять собаку, написать ей бумажку, что это терапевт, у нас здесь такого нет. Мы экзамен прошли с первого раза, нас крутили, кидали бутылки, открывали зонтики, щипали. Потому что это всё, ну, мы проходим это наяву. Дети разные. Дети могут и ударить собаку, дети могут что-то бросить в собаку. И собака должна адекватно на это реагировать. Если мы возьмём, допустим, тестовую методику, да, то есть посмотрим собаку, касаемо теста, конечно, я сразу скажу, подходит собака или нет. По человеку я не могу сказать, потому что, ну, вот как мы встречаем людей, попасть вовнутрь – это сложно, то есть должны быть ситуации. Но в нашем случае мы не запускаем человека в работу сразу. Да и собак тоже. Вот эта парочка новобранцев приходит на занятия посмотреть. Щенки будут так проводить время ещё около трёх месяцев. Параллельно их обучат некоторым кали с премудростям. Он пока сидит, привыкает к обстановке, к деткам, наблюдает со стороны, как выглядит, привыкает к звукам, потому что детки у нас разные, да, они могут и кричать, и бросать предметы всевозможные. Он очень выдержанный, спокойный, не реагирует на резкие звуки. Вот, ну, почему он и был взят для канистерапии. Вот, поэтому пока его задача только наблюдать, это достаточно долгий будет процесс. Если бы вы поняли, что он не подошёл, как бы вы поступили? Ну, я думаю, что пришлось бы выбирать другую собаку, потому что всё-таки наша работа очень ответственная. И даже самый красивый, самый понравившийся щенок, на мой взгляд, ну, кажется, да, ой, какая хорошая, я его возьму, он мне очень нравится. Ну, в нашей работе, к сожалению, так нельзя. Ну, собака всё-таки должна быть терпеливой, у неё должна быть стабильная психика, хорошие гены. Мне досталась собака с отличной нервной системой, она прекрасно реагирует на различных детей, и когда кричат, и когда плачут, и она успокаивает их. У меня собака очень контактная, всех любит, детей особенно. Она всю жизнь выходила во двор, гуляла со всеми детьми, с ней все играли. Проблем никогда не было. За свои 7 лет она ни разу никакой не проявляла агрессии. Никогда не рычала, никогда никого не кусала. Это вот вообще для меня это, честно говоря, вот идеал собаки, скажем так, в поведении. Анна Калинина и Герда – опытные волонтёры. Они работают с основания центра. А мне есть что рассказать. Герде, наверное, тоже. У нас девочка ходила буквально года два или три, и она уже запущенный там прямо аутист, то есть у неё там ещё помимо этого. И она очень долго вообще шла на контакт. И она почему-то как бы приняла меня. То есть вот как это произошло, то есть она поняла, что вот это, это есть я, это есть моя собака, она это приняла, и только через два года она назвала меня Аня Герда. Я пришла, говорю, как меня зовут, она Аня, как мне, я замерла, у меня был шок. Причём она начала идти со мной на контакт, она начала выполнять мои указания. То есть до этого это вообще было вот прям ни в какую, ни как, я это не буду делать, я займусь своим. А тут я говорю, сделай это, подай это. Начала всё выполнять. То есть для меня это прям огромное достижение. Причём такой огромный промежуток, им даже, наверное, не два, а три года. То есть есть дети, у которых проблемы с коммуникацией. И они не могут общаться с другими детьми или с другими людьми. Через собаку они более лучше идут на контакт. То есть у нас есть задача вывести ребёнка на контакт через собаку. Сначала он начинает с собаке там вот элементарно просто обращаться, потом гладить, потом уже разговаривать с ней, а потом плавно переходит уже на людей. Накануне праздника, прошлого Нового года, вдруг выяснилось, что некоторые ребятишки даже не подозревают о его существовании, традициях и символах. И тогда люди и собаки придумали новогоднее представление, все вместе. И оказалось, что это объединение тоже имеет терапевтический эффект. И самое главное, на что мы обратили внимание, дети-то не знают, как общаться с детьми. Они их не видят. У нас иногда в первых занятиях дети рассматривают друг друга. То есть они видят детей первый раз. Эта проблема на самом деле существует. В группе очень интересно работать на методе подражания. То есть многие дети смотрят, как делают другие. В группах чуть быстрее запускаются речевые навыки. У нас были гости на праздники. Всегда к нам приходят, у нас двери открыты. И когда люди побыли на праздники, они говорят, а где дети-то с ограничениями? Вот это, наверное, была большая самая такая, скажем, похвала, что наши дети ничем не отличаются. Понятно, зрительно можно их увидеть, если сильно приглядеться. Но, видать, настолько люди, гости сидели, им не было желания приглядываться, они были в атмосфере праздника. То есть у них такой же праздник, как у всех. Весь мир – добро, и люди в нем – собаки. Наверное, примерно так думают о нас наши четвероногие спутники. Доверяют нам всем сердцем. Но не всегда доверие оправдано. Новый год – это, конечно, чудесный праздник, но вот что нужно помнить. Каждые 12 лет на улицах появляются на порядок больше брошенных и бродячих собак. Не дарите щенка просто как подарок. Просто, что вы хотите сделать что-то здоровское, потому что год собаки. Подарите следующий год, в год, не знаю, козы – козу. Не думаю, что у большинства будет это желание сделать. Поэтому первое – все, что бы вы ни думали относительно собак, все должно быть обдуманно, взвешено, ответственно, потому что собака – это живое существо, которое вырастет и, к сожалению, может быть стать ненужным. Может начать с малого и вспомнить, что книга – лучший подарок. В нашем случае – книга о собаке. Для почитателей китайского гороскопа раз в 12 лет собака становится символом года. Но для некоторых людей она – символ жизни, здоровой и счастливой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова